Сына и Святого Духа, Аминь. Итак, продолжаем беседы по книге «К истинному православию» выпуска Игнатия Тихоновича Лапкина. Это новое издание 2007 года с хорошими такими фотографиями цветными, очень интересные цветные фотографии здесь. Батюшка наш, тут отец Иоанн и стулы. Там как раз я крещение принимал. Ты крещение тут принял? Да. А, так это Иоанн и стулы, да? Да, это отец Иоанн и стулы. Тут как раз брат крещение принимал. Вот здесь сестра наша, которая потом ушла, сказала, что нету небес и ни Бога. Двенадцать лет ей здесь. Двенадцать. Двенадцать. Двенадцать лет она умерла. А в двадцать один год пришла к нам и сказала, нет, никто. Да, на собрание принял. Да, ну она, наверное, прям на собрание. Здоровенько стало, все, ничего не будет, все хорошо. Да, может быть и нет, а просто Господь отнял веру. Вот и все. Для того, чтобы вера была, крестились люди тоже. Сейчас у нас брат Евгений. Будущий наш брат, я думаю, братом его называем, как все-таки он. Ходит молится с нами вместе, желает быть оглашенным, но еще не оглашенный. Поэтому слово брат, это как бы номинально. Так, оглашенный у нас в каком времени начинается? Оглашенный с подачи заявления. О, все, потише, вверх, понял. Не, наоборот, вниз. С подачи заявления начинается оглашение. Да, вот это мы сейчас и проходим. То есть, как в нашей общине поставлено это последнее таинство, как оно обставлено практически, как это все делается. Потому что сколько людей не приходило, ну, люди приходят, они даже сами не понимают, чего они хотят. Ну, вот как вот было с тобой. Пока к тебе не подошел и не спросил, ты креститься-то желаешь? У тебя это как-то оформилось все. Ну, и ты говоришь, да, я желаю креститься. То есть, но как бы перед этим ты уже многое знал. Ты уже сколько, я не знаю, на нашем канале-то. Ну, на вашем канале, где-то около, наверное, года. Ну, около года он на нашем канале. Потом еще знаком беседы с Игорь Тихоновичем проходил. Теперь ты был на богослужениях у нас, на занятиях, проповеде слушал. Участвовал в деле благовестия. То есть, у тебя впереди уже такая, ну, огромный опыт. Вот, я думаю, что у единиц людей, да, кто хотел бы познать тайны православия, у единицы людей такой опыт, как. И ты все время варишься в соку, как говорится, с верующими людьми. То есть, рыбак рыбака видит издалека, ты увидел, как рыбак, что там рыбаки, то есть мы, верующие христиане, ты увидел, что твоя душа сродственна нашему духу, и ты прилепился, и сейчас вот идешь, поступательно, уверенным шагом идешь. И когда я тебя спросил, а ты к нам пришел-то, ты креститься-то желаешь? Да, желаю. Теперь ты, когда начинаем с тобой обговаривать, у тебя уже начинают какие-то вопросы возникать. У жены хороший вопрос. Если ты находишься в оглашении... Да, если бы она из Писания взяла, что там написано, она не просто не поняла, как это трактовать. Жаль, что ты вместо Писания-то... Да, я видишь, я сказал, с утра не запиши, разговор был поздний, а с утра я тут. Но сама суть, знаешь, того, что пошел интерес. Библию, пожалуйста, принеси с очками моими. И там, где именно про оглашенные, что и оглашенные, и спасутся ли, или не спасутся ли, или имеют ли уже спасение. На подобе того, я не знаю точности. Но это в каком? Можно, в принципе, созвониться, спросить, где это. Я на вопрос говорю, мы... Да нет, этого такого нету. Проглашенных, проглашенных, как таковых, вообще... Можно ли, созвонить? Сейчас, вопрос мы сейчас... Давай. 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 Мы на него лучше ответим. А ты что-то не увидел, я сказал. Они прямо там лежат, сеточка моя черная. Сейчас я вас на столе спрошу, вопрос был интересный. А, может быть, на этом столе лежат? Да, на этом лежат. Спасибо, Христос. Сейчас мы пока позвонимся. Любовь моя, это... А там вчера ты мне вопрос задавала по поводу оглашенных. Это ты там где это была? Можешь прочитать, зачитать? Неинтересно, просто мы сейчас здесь братьями разберем. 50-56. Не-не-не, я хочу сам понять. Сам хочу понять, что это как-то так. Потому что непонятно в кого. Местописание есть? Не, чтобы это все по правде было, по-честному. Просто мы с тобой натолкуем сами. Сейчас это ты мне прочити, можешь это найти, да? Так, а пока я спою песнофение, называется книга Игнатия Лапкина, стихов. Вот Игнатий Лапкин просто. Сейчас она нас кинет. И называется «Церковь, свобода, тюрьма». Как тут правильно читать? Тюрьма, свобода, церковь или церковь, свобода, тюрьма, зависит от самого человека. Только еще раз. Видишь, как надпись идет? Церковь, свобода, тюрьма. И идет слева направо. А тут справа налево, но вверх поднимается. У нас не принято в русском языке такое. То есть смысл в чем? Свобода, церковь. Да, тюрьма, свобода, церковь. Свобода, церковь. Ты считаешь, как ты поднимаешься по ступенькам? С тюрьмой. С тюрьмой, правильно. Совершенно верно. Об этом и говорится. Видишь, ступеньки ведут вверх. Ведут церковь. Церковь это крест крестовый. Видишь, крест прямой. Без всяких финтифлюшек, как навертят часто везде. Ну, кулакись. Что у священников финтифлюшки навертчены прямые, кресты редко бывают. Что у митрополита вообще интересно. Да, по-английски. По-английски вот это, по-английски делали рисунков. Ну, ладно, Богородица с Христом. Ну, что по-английски делать рисунков-то? Все и так понятно. Вот это фильм, кстати, про монах и бес. То есть, там этот архимандрит, который настоятель монастыря, как раз на этом попался. Пришел бес к нему, в виде как бы митрополита. Такая по ноге я, якобы на нем. А он смотрит, смотрит, не может понять, что там. А там просто крепление от ручки, где-то там в мусульманских странах, ну, в Иерусалиме там мусульманское, и потом показывает с крупным планом, что вот она, эта ручка, и оттуда прилепил ее себе сюда. И он и сидит ему, рассказывает истинное спасение, как нужно спастись, чтобы монастырь богатый был, а ты тут нищету развел. Как все это? Он сидит, слушает, уши развесил, потом выскакивает и спрашивает своего хилейника, вышел ты, у него что тут, что тут у него, у него тут что, по ноге я, что там, не могу, не мог я разглядеть. Так отсюда дама вышла, какая по ноге я. То есть, бес наваждения сразу приводит тебя, он уже видит тебя, ты готов это наваждение принять или нет? Ты готов от истины уйти или нет? Он же смотрит, все, по твоему расположению, все, как настоятель беседует, какой он и так далее. Почему нужно быть сухеньким и так далее, как, ну, хотя, сколько Христа изображают, он не очень худой. Такой нормальный человек просто. Нормальный, какой должен быть? Ну, нормальный, да, такой нормальный человек, ни там, ни такой, ни с капустой в бороде, ни черт. Нормальный человек ходит, беседует. Почему его не могли определить-то? Иуду послали. Для чего? У Иуда находка для них был. Ночью, потому что его бы никто не узнал. Он простой человек, в балахоне выхнем ходит, хламидивая. Корону без всяких. Да, ну, волосы обыкновенные, сейчас рисуют вот такие патлы там. Да не было никаких патлов. А почему, кстати, вот это вот? Патлы почему рисуют? Потому что священники хотят так ходить. Стричь себя не любят. Вот и все. И мы одно только название. А смотри, еще одно. Хотя написано, честь для мужчины стричь волосы свои. Первая калитра, 11-я глава. Честь для мужчины стричь волосы. И все ходят вот такие вот отвратили. А то еще косу какую-нибудь переплетут. Они ссылаются на Ветхий Завет ссылаются. На Ветхий Завет. Они все на зареи. Они вина не пьют же. А причастие только вино виноградное на причастии. Так что... Сейчас вот вопрос у меня. Алло. Запомнишь, да, Влад? Ну говори просто. Запомни. Говори. Я открою. 16-15. Да какая? Ты сказал. Марк, 16-15. Ты сказал им. Ой. Да что там такого? Никто. Там нет вообще ничего. Там отвещение. Ниже в толковании. Написано что в толковании? Кто будет веровать, креститься, спасен будет. Кто уверовал, но не крестился. А остается еще оглашенным. Тот не есть, уже и спасен. Ну конечно. Конечно. Мы подумали, что он уже спасен. Как оглашенный. А, нет, 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 нет. Тот еще не спасен, да. Тот не есть еще, и вижу спасен, да? Вот это вот завел. Она поняла. Так, сейчас я спою для твоей жены и для тебя эту песень. Потом потайки. Тот, знаешь, я еще хотел это еще сказать-то, вот мы пока монах и бес, то что я этот фильм тоже неправильно понял, что бес был на спаси. Сейчас, чтобы потом эту закроню, чтобы она не... А, ну давай, давай расскажем, это тоже пойдет, да, люди будут смотреть, чтобы понимать, да. Сейчас мы пока про оглашенный говорим, сейчас внимательно послушать. Мы вот это песнопение не проходили, но это мы сейчас исправим эту ошибку. Я сейчас напою, тут очень все такие понятные слова, а потом ты можешь прочитать и вызову вопросы задать. Называется к оглашенным. Оглашенный – это и готовящийся к окрещению. Здесь показано это значком. Как мне пробиться к тебе, оглашенный, тропинку в душе проложить? Будешь ли дьяволу частой мишенью старое все ворошить? Проповедь истины нежно люби, в деле стремительным будь. Старый и малый тебя будут убить в голову, в спину и в грудь. Сделай, сестрой, рассудитель насюду, ревностно слушай и исполняй. Там стали кайном, хамом и удой, где непослушание вместо коня. Вынеси, вытерпи, слезы утри, не обижайся, бойся обидь. Вскрипнишь от хамства любимой сестры и ни один покуситься убить. Не очерстрей, опустись на колени, руки простри к небесам. Смрадную копоть от саможеления разумом вычисти сам. Сделай, сестрой, рассудитель насюду, ревностно слушай и исполняй. Там стали кайном, хамом и удой, где непослушание вместо коня. Там стали кайном, хамом и удой, где непослушание вместо коня. Проповедь, проповедь сделай снарядом, хлебом насущным водой. Счастье отцовства появится рядом нежный росток молодой. Я не учитель и я не пророк, но у Христа ученик. Не осуди же, я сделал, что мог, но к славе земной не привык. Сделай, сестрой, рассудитель насюду, ревностно слушай и исполняй. Там стали кайном, хамом и удой, где непослушание вместо коня. Там стали кайном, хамом и удой, где непослушание вместо коня. Как мне пробиться к тебе, оглашенный, тропинку к душе проложить? Будешь ли дьяволу частой мишенью старое все ворошить? Игнат Сихонович написал этот стих 15 апреля 2001 года. То есть получилась музыка брата Виктора Савченко. Он на музыку положил. Он это играет на гитаре. Вот здесь в короткой форме, такими маленькими предложениями написано все, что я бы хотел добиться от души того человека, который сидит напротив меня и хочет креститься. Я не говорю о тебе. Я вообще говорю о себе. Смотри, получается, сделай сеструю рассудительную всюду, ревность услышай и исполняй. Ревностно. Да. Там стали кайном, хамом и удой, где непослушание вместо коня. То есть... Ты должен знать про кайна, про хама и про иуду. И вот если ты Ветхий Завет не читал, Библию не дочитал до конца. Уже ты не поймешь, что тут в тебе это делать. Не, ну в определенных-то я вот знаю, что кайна, который грех. Вот, допустим, хам, который не прикрыл отца. Ну, не прикрыл, а то есть попозорил, ну, увидел. Ну, не прикрыл, наготу отца. Не прикрыл наготу отца, потому что другие два брата ждут. Надо сразу приводить пример. Кайна какой грех завершил? Ну, убил Авеля. А еще? А самое главное, что он сделал? По какой причине? По какой причине? Ну, и за зависть, что он позавидовал, что Господь принял от него дары. Позавидовал? Позавидовал Богу, понимаешь? Что он на него спустя снизошел. Зависть пала на Бога, он обиделся на Бога. Когда зависть пала на его брата, то эта зависть, она автоматически перешла на Бога, понимаешь? И он от этого начал и Богу завидовать. Как так, значит, ты? И у него такие могли мысли уже быть, понимаешь, такие страшные. Не даром он потом ходил-ходил и город построил. Захотел быть властителем. Ну, думаю, конечно. Над душами других. А потом дальше это переслодно порешло на других, на других. И уже ломех начинает. Ада и цилла! Я убил юношу в язву себе и мужа в струк себе. Начинает там вот хвастаться над ними. Почему? Ну, я победил, теперь я главный, понимаешь? Какая пошла подлость-то. Так, а постой, вот смотри, теперь там получается, вот все, кто пошли. Разрешите, брат, я не могу. Там получается, вот сам я убил, а вот второй потом сын-то, Енок, да? Тогда еще раз познал Адам Еву, и Енок, да, родился? Сиф. 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 От Сифа пошли божьи сыны, да? А от Каина пошли вот эти дочери, да? Да почему только дочери-то? Нет, ну потому что там написано где-то, что в Библии написано, что когда они... Сыны божьи входили к дочерям человеческим. Ну это не значит, что только рожались у них одни дочери. Нет, 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 не то что рожались дочери, а то, что получается вот эта все непутевость, она шла от этих дочерей, да? Да, конечно. И получается рождались кто вот эти здоровые люди, как они называются? Исполины. Исполины, да? Издревле славные люди. Издревле славные? Издревле. Издревле. Славные. А славные чем? Здоровен? Ну да, то, что они могли победить любого. Все, больше славы-то не пропоняло, да? Да, конечно. Такая штуки бога славы. Слава другому настучать по морге. Ну получается вот они великаны, здоровые. Как у Ебельяненко там и так далее. Ааа. Вот она вся слава. Ну получается все-таки корни от женщин шли от Каина. А вот эти вот божьи сыны от Сипа, да? Есть поговорка, какое семя, такое племя. Ну то есть вот то же самое здесь. Какое семя, такое племя. Да. Я просто начал сначала опять изучать. Я то есть взялся, пришел тогда после прошлого занятия. Я пришел и начал все, говорю, так, все закрыл. Здесь я закладки удалил. Начал сначала, взял Библию, свет, уже с первой страницы. Вот. И мне, знаешь, что понравилось-то? И теперь в действительности открылось, что Господь явил свет мне. Не то что Солнце, Луну, а свет. Вот он в моей душе, то есть тьму победил свет. То есть Господь включил во мне свет. То есть раз и включил, и теперь ты различаешь, что есть света, что есть тьма. Да. Это так. А раньше как? Ну, читаешь, создал землю, создал то, первый день, второй. Ну, читаешь, ну да. А сейчас-то получается начинаешь понимать то, что действительно в твоей душе, в твоем мире, вот в твоем внутреннем мире, он просто-напросто включил свет, и тьма начала. Ибо Слово Божие живо и действенно. Живо и действенно. Понимаешь, позвонил, спросил, там курить, заказывать надо? Не надо. Я говорю, вчера человек, Алексей позвонил, я говорю, Алексей, а ты Евангелие читаешь, я тебе Евангелие там давал? Да что-то некогда, туда-сюда там и все, и это. Я говорю, постой. Я говорю, смотри, вот ты, ну, говорит, там ссылается на то, что работы много. Что с утра до вечера там работаю. Я говорю, постой, но у тебя же есть седьмой день, воскресенье. Он говорит, да, и что? Я говорю, давно уже мечтал в воскресенье просто взять и поспать. Я говорю, постой, знаешь, как сделать это воскресенье? Сходи с утра в церковь, помолись, иди, почитай Писание. С детьми почитай, или сам почитай, если кто-то, никого нет в доме. И все, и седьмой день, как постарайся, два, три, четыре воскресенья, ты поймешь, только приедешь в молитву положить. Помолись Господу, чтобы он открыл себе. И ты увидишь, свет просто зажгется, свет в твоей душе. И я говорю, как от избытка, я к чему веду, что от избытка сердца. Пока сказать еще сильно не могу, но знаешь, охота сказать. Охота всем сказать, понимаешь, что Господь-то есть. Хорошо говорить, хорошо, нормально. Вот, и поэтому я ему говорил, мы проговорили где-то в районе, там, может быть, даже час. Вот, в районе час, и у меня слышал, он говорит, Евгений, постой, говорит, мне банят. У меня уже родные в баню, говорят, иди в баню. Помойся там, затопили, мы тоже ждем. Вот. И то есть человек высушил. А я просто начинаю вспоминать, что первый раз я ему сказал, еще не знаю, даже того, где-то, наверное, с полгода назад, когда он к ней приезжал. Когда у меня только-только борода начала рассеивать, он говорит, что-то бороду, я говорю. Я начал, говорю, писать, не сочетать. Я просто поверил тому, что Господь сказал, не стриги краем бороды своей. Он, а что толку бороды не стриги, а там этими-этими грешишься, я говорю, в маму хотя бы будь верить, начни. И дальше-дальше-дальше, говорю, доступно будет больше. Господь будет доверять уже в больше. И поэтому, конечно, я говорю, он говорит, а как тогда в этом бездверии, в этом мире жить-то? Не все такие. Я говорю, так ты начнешь искать таких людей, с кем можно пообщаться, а Боги? Я говорю, например, я вот и будь у тебя вопросы, мне задавай. Если я, говорю, не знаю, ничего, буду ответить, я тебе просто-напросто убрать, а спросим. Ответят? Найдем ответ. Просто, если тебя заинтересует, я говорю, не бросай, не закапывай. Я говорю, тем более, ты крещеный. Он говорит, да как ты крещеный? Я говорю, значит, не крещеный, значит, крестить-то надо. А как ты крещеный? Я говорю, ну, не крещеный. Если ты крещеный, а сам не ходишь, говорю, ни в церковь ходишь, ни в ангелии не читаешь. Ты крещеный, разве? Ну, вот еще дальше, раз вот про Каина мы вспомнили, какой грех, зависть. Какие следующие там упоминаются? А что ты закрыл-то зря? Ой. Да, и что ты? 236-я страница. Я сейчас... Не, что у тебя там еще... Не, что у тебя там, на-ка, вот, под закладочки сделал. А то у тебя она одна, а у тебя есть две книги такие? 236-я. Они есть в этом, в интернете? В интернете есть. В интернете, да. А так, иначе, ну, что, уже не продают, сейчас, мы помним. Их уже нет. Я бы тоже хотел, вообще. Не, их можно купить, продаются в Башкирии. Кто? Вот эти книги? А. Да, у нас 4 тысячи комплектов. Не понял. Кто-то выпускал книги Игнатихныча. Почему? Кто-то у него купил и продает теперь. Ага, ага. А, там этот. Забыл я ему фамилию. Да, да. Нет, я просто искал, у меня люди из Казахстана, я вот сколько, 4 евангелия красных отправил в Казахстан. Приезжали в Казахстан. Кто-то у него не прикрыл, какой грех, что в нем было. Во-первых, кто там, кто увидел-то, кто первый? Не хам, не хам увидел. Не хам увидел первый-то, а кто увидел? Вот это я не помню. Ханаан. Ханаан, да. А ханаан кто был? Это сын хама. Сын хама. Откуда он взялся-то? Я не знаю. Ян Златоуст, если бы не был Ян Златоуст, то мы бы сами не знали. Ян Златоуст говорит, когда зашли они в Ковчег, и Господь затворил своей рукой Ковчег, закрыл дверь сам, которую дверь Ной. Ковчеги были Ной с женой, Сим, Хам и Иофет. Вот так, Сим, Хам и Иофет. Сим старший, Хам средний и Иофет младший был. И у всех троих были жены. Вот 8 человек их было. Зашли. Когда дверь закрылась, а там были животные, их надо было кормить, у них там была еда, как говорится об этом в Библии. То есть, и дальше теперь наступает, наступает, как бы для них наступил пост. Страшные дни человечества, катаклизм. Что ты должен, как себя вести? Напряженно должен в пост вести, правильно? В пост и молитвы. У нас сейчас нет супружеского сожительства, пост. И это должны все понимать. Пост начинается, нету этого понятия супружеское сожительство. Все, есть понятие брат и сестра. Откуда Хананенок-то взялся? Он оттуда и взялся, что они в этот пост пока плавали, да? Да. Хан познал свою супругу и она ему заделали. Вот так вот, понимаешь в чем дело? Он невоздержанный был. Не воздержался. А невоздержание от чего это было все? Чревоугодие это все. Это все сюда идет, понимаешь? Ложь. Ложь пришла. Пред Богом соврал кощунство. Отсюда, от Хама все это идет. Понимаешь, какие страшные грехи. Почему вот мы Хам, это есть, да Хам, да ты Хам, ну вот и... А ты говоришь, допустим, мы с женой, ну как бы, не верующие, а живем в супружеской жизни. То есть, кто мы? Ну вот отсюда и бери, кто вы. Кто я был? Но мы как бы не супружеской жизни-то живем. Мы уже сколько не живем. Вот как дочь у нас родилась, так мы и... Как мы осознали, то есть, осознали. Мы по разным местам. Это хорошо, Господь тебе это меняет праведность. Поэтому ты здесь сидишь и с нами беседуем мы. И беседы очень конструктивные, потому что ты же продолжаешь ходить. У тебя жена вопросы такие задает отличные. Я уже давно не слышал вообще никаких вопросов по Слову Божьему. Ни от кого. Нет вопросов по Слову Божьему. Ни от Халинникова нету. Ни Вячеслав Семенов не задают вопросы. Вячеслав Семенов, понятно, он читает. Ни Сергей Пупков не задает вопросы по Слову Божьему. Он задает вопросы, но 50% не надо задавать там вопросы. Где он задает вопросы? На 50% ну 30% точно. Он зачем-то внимание останавливает. Вчера была пара вопросов, которые вообще не надо было о них говорить. Что-то тут останавливается, начинает из пустого в порожнее. Нет, он был. Оправдание где там, а перед кем и пошло уже. А сколько денег за нас он там, или что он за наше оправдание отдал там, выкупил и так далее. Ну к чему эти разговоры-то? Ничего нету об этом, начинают умничать. Я бы хотел там на что-нибудь разговор перевести. Ну перевел был разговор на Ветхий Завет. На искупление, на принесение жертв людьми. И все, запуркались бы все. Какие жертвы, если сколько. А вот надо иногда переводить, чтобы это. Ну а можно было и перевести, да? Что-то нужное, да? Мирная жертва, да там, жертва за грех и так далее. И вот тут кувыркайся, что там, кому кто, сколько должен. Так и надо. Почему левиты были не все выкуплены? Одни просто прошли без выкупа, а за 220 левитов пришлось деньгами платить. Что это такое, откуда взялось? И никто об этом даже понятия не имеет и не задумается. И кто такой козел отпущения? И кто такой козел отпущения тоже туда, да. Так, а поставь. Несколько козлов было, кстати, еще. А все толкования по Ветхому Завету, это... По Ветхому Завету? Это на Золотом Завете? Нету понятия такого толкования по Ветхому Завету. Просто чисто там не как надо было, да? Есть понятие толкования по некоторым главам Ветхого Завета, по некоторым стихам Ветхого Завета. А что полностью толкования на Ветхий Завет нету. Есть толкования на Псалтыр, не на весь Псалтыр Иоанна Златоуста и Василия Великого. Есть там толкования Григория Богословия. Вот, допустим, Андрей Кесарийский, он говорит уже толкование книгу Откровения. Андрей Кесарийский, да. Андрей Кесарий-Каппадокийский Пока еще это у меня все прям Похамы сейчас И гляди, вот видишь, ты заинтересовался тем, что это в песнопении А это всего лишь один стих Так это еще не один вопрос Да тут вопрос на вопросе Это хорошо, что ты зацепился за это Я когда спел, думаю Я бы был, если вы оглашены Я бы по каждому предложению тут прошелся По каждому Про любимую сестру, что именно мне нравится Вот теперь смотри То есть получается Зачатый непорочно Хан То есть вогрех Порочно А, порочно, порочно, да Подожди, стоп, как порочно Ну что, греховно Ну как же, грех, понимаешь Ну если ты в посты грешил Немножко ты неправильно говоришь Не греховно, там ничего Не было такого закона, что там в посты и так далее То есть это была твоя совесть, понимаешь Что твоя совесть была здесь У тебя отец Ну ты же видишь, люди умирают Миллианты людей умирают Ну как ты можешь думать о чем-то другом? А ты веселишься, пьешь Ну да, веселишься, пьешь Душа твоя радуется Да, а потом ты выпил Ты с женой не этим должен заниматься был Вы должны были сидеть, плакать об этом И вспоминать своих Тех дорогих людей, которые там погибли Там же погибли любимые им люди Погибли Отец с матерью, братья там, может Сестры этой жены его Погибли А может У Ноя были родственники Они тоже погибли Где они все? Не сказано Нету никого Все погибли Даже родственники его Которые были из праведного семейства Которая взрастила его И те погибли Нет, ну даже взять то, что они просто Кстати, знаешь, как Ной переводится? Нет Ты помнишь, как Ной переводится? Нет Первопроходится или так? Да, какой первопроходится? Ты что? Нет, просто есть Толнасть Ной Он переводится как Ной переводится как Катастрофа Как Что-то Такое Предлежащее впереди Угроза какая-то И его так и звали Представь Он же переводился на тот язык Его так и звали Эй, катастрофа Катастрофа Иди сюда Эй, ты вы Понимаешь все делать? Эй, катастрофа Да Получается, ну смотри Все-таки Получается И Она пришла То есть Уже тогда Дали ему от Господа Такое имя Которое предрекало Пришествие Чего-то страшного И ужасного На человечество И никто этому не верил И все вот там кричали Ной, Ной Забери нас на ковчег Там Господь сам закрывает рукой Сам Показывают фильм Ной И они там тянут за веревки Там закрывают Не было такого Бог взял сам И эту огромную дверь Вот так вот Чуки прикрыл А кто ее просмолил Там и так далее Бог закрыл эту дверь Понимаешь? Бог Это символично И написано И Господь затворил За ним дверь Все Никто больше не вошел А там начинают Снимать фильм Еще Ной И там Завалился какой-то Там плохой Злодей Начал подговаривать И хан Стал плохим Внутри Было у него Плохое У хана Внутри Поэтому он Плохим и стал А не потому что Там кто-то Его подсказывал Он слушал Сатану Как ел Только уже Не жена Слушала Уже Сатану А уже муж Начал слушать Сатану Мужья И тут показано И Господь Сделал все Для того Чтобы очистить Очистить Людей От всего Этого Первородного Греха Чтобы вышел Чистый человек И ничего не получилось И у коммунистов Не получилось Ничего Они тоже хотели Чистого человека сделать А получил Шариков А ты выходи сюда На свет божий Ты стульчик возьми Сядь Вспоминая слова Твои брат В начале беседы Ты сказал Что То что Евгений Старается Делиться у Бога Познание истины То что Этим самым Он спасает Свою же семью Этим самым Это когда он Только пришел Мы разговаривали Да И вот это То же самое С Ноем Случилось То есть Ной Как праведный И ради Ноя Господь Пожалел Вот эту Его семью То есть Вот этих Сыновей И этих Женей Ну он Нужно Что сейчас Он их убеждит Они не останутся И они чистые были Они вошли В Ковчег Почему А там Даже как Ну да То есть Что ты Мы начали Не с этого Даже Мы начали Глубоко Копнули Обычно Как говорят Ну что ты верующий Что это тебе даст Ну Я вот занимался Спортом раньше И когда Я приходил К своим ребятам Рассказывать О Христе Ну которые Мои Грученые Я занимался Кикбоксингом И не только Короче Там всем Тем Чтобы быть Очень сильным Человеком Ну по мне Немножко видно Каким я был Нормально У меня Я сжал Сто пятьдесят Ну кто знает Что такое сто пятьдесят Ну вот Сто пятьдесят Я сжал Рабочий вес У меня был Сто тридцать пять Я У нас там был Такой контингент Ребят Ну там был Человек десять И я был Самый здоровый И в общем В спарринге И когда я ставил Мне вот такие Вот давали Перчатки Большие А сами шинки Одевали Чтобы меня Уже было Помуцать И все Я одевал Доспехи На себя Одевал Шилом И они Вдвоем Вдвоем Втроем Могли меня Корчевать Ну да Окучивать По полной программе Ну потому что Свалить Даже меня Свалишь Там даже Пинать тяжело Потому что Объемно Я же могу Еще и кататься Попасть Есть Но главное Голову защитить То есть Вот до такого Доходило На мне все Первые приемы Отрабатывали Потому что Очень И когда я пришел Уверовал во Христа И сказал Что Христос сказал Любите всех людей Я говорю Зачем мы учимся Драться И они Я пришел Смотрю Когда тренировка Чтобы им Слово Сказать О Боге И о Христе И они В этот момент Меня начинают Подначивать Ну чего там Они знают Хорошо И меня И жену Будешь там Со своей женой Идти Теперь Ну типа Не тренируешься Тебе там Побалде дадут Ее там Изнасилуют И так далее Сразу Да Этим А как ты думал Они мои друзья были Друзья Их называл Друзьями И сразу Только А я что Сделал Я всего лишь Говорил о том Что не надо Этим заниматься Надо веровать во Христа В любовь к людям Надо веровать И мне сразу Начали сюда Материться При мне начинали Хотя они не очень Любили материться А они спортсмены Не до этого У нас там Там Да Как только Начинают говорить о Христе И все Я перестал ходить Потому что Они меня Ну как Оттолкнули И потом Когда у меня Жена уезжала А у них там У всех машины Они там Ну хорошо Там Короче Бускали Там этих Золотых Искателей И золото У них отбирали И покупали себе Все Они широко Жили И вот эти друзья Да Ну они Спортсмены Нормально Да Они потом Все путь-то Нашли Они путь-то Нашли хороший Ну то Что ты Говорил о себе Вот это У меня Занимались Все мои Друзья А я не пошел Только потому Что я знал Христа Я бы там Я бы там тоже Уже был В какой-нибудь Бо Уже Лежал Это Пробитый Башкой Потому что Если бы я Пошел по той Стизе Как говорил Иван Тикныч Он защищать Хотел Там родных Близких От коммунистов Учился стрелять Я с самого начала Никогда не любил Бить людей И это меня спасло Потому что Меня несколько раз Приглашали в банды И вот то что написано В книге Книге Сираховой Сейчас Я вам прочитаю Книгу Сираха А что если вы Золот Да Да Книга Сираха Сын мой Боясь Вот Всякая Премудрость От Господа Первая глава И с ним Пребывает Вовек Вот Источник Премудрости Слова Бога Всевышнего И шествие Ее Вечные Заповеди Кому Открыт Корень Премудрости Вопрос И кто Познал Искусство Ее Один Из Премудрый Весь Страшный Сидящий На престоле Своем Господь Страх Господень Слава И честь И веселье И венец Радости И боящемуся Господу Благо будет Напоследок И в день Смерти Своей Он получит Благословение Страх Господень Дар От Господа И Говорит Здесь Сын мой Если ты Приступаешь Служить Господу Богу То Приготовь Душу Твою К искушениям Управь Звать На пролитие Крови То Ты Не Ходи С ними Они Скажут Тебе Пойдем Пойдем Заберем Там У этих Людей Богатство И Один Склад Будет У нас Все Мы будем Братья И Друзья Пойдем Заберем У них Раздадим То же самое Да Нет Никто Не будет Бедным Раздавать Это Сказки Ленинские Ты Че Кто Раздал Бедным Предводитель Мусульман Он же Как Робин Гуд Живул Да Перестань Ты Что ты Говоришь Как Робин Гуд Как Робин Гуд Все Для Себя Все Все К Собе Смотри Вот Там Сейчас Мне Вопрос У меня Робин Гуд Страх Божий Это Страх Как Сказать Нарушить Закон Страх Передом Это Нарушить Запад Ты Понимаешь Это Все Зависит От Того Какое У тебя Воспитание Ты Сразу Понял Я Сказал Про Отца Вот У меня Отец Ходит Мимо Меня Вот Это Мой Страх Был Я Боялся У меня Был Страх К Отцу Мне Когда Я Первый Раз Рядом С Курили А я Рядом Стоял Я Пропах От них А когда Мне Дали Закурить В этот Момент Десятиклассник Один Увидал Подскочил К нам И говорит Ага Я твоего отца Знаю А он Соседний Подъезд Я скажу Все Что ты Куришь Я Заплакал Упал Такой Заплакал Все Он такой Пожалел Ну ладно Ладно Я не буду Говорить Смотри Больше Чтоб не брал Папиросину Представь Какой-то Десятиклассник Попался Мне Я сейчас Так же То есть Не вижу Что люди Курят Я Стараюсь Даже На машине Еду Если никого Нет Остановлюсь И открою И говорю Слово Что курить Особенно Девчонкам Бывает Пацанам Тоже В основном Девчонкам Говорю Сильно Потому что Очень Это плохо Видишь Мне когда-то Сказал И я Тоже Это Повторя И все Я Пришел И мама От меня Дым Уловила И говорит Отец В командировке Он работал Все время В тайге Он приедет Я расскажу И тебе Будет Контре Я очень Этого Боялся Я очень Боялся Что Приедет Отец И вот Когда тебе Это понятно Страх Не то Что у тебя Будет Хлестать Бить А приедет И услышит Вот эту Новость Какой Ты А курить Это Плохо А он Ради Ради Меня Когда я Родился Он бросил Курить Он курил И бросил Курить И говорит Хотелось Курить А потом Отрез Господь Отнял Что тебе Будет Стыдно За то Что Вот Вот Это Страх А не то Что Он тебя Набьет У меня Перед отцом Был страх Вот это Что Он меня Наругает А стыда Вот этого У меня Не было Вот этот Вот должен Быть Что Стыд Что Ты Сделал Плохое Дело И вот Узнают Это Тоже Когда Идешь На Исповедь И ты Знаешь Что Ты Согрешил Но ты Вот Это Отец Наш Небесный Ты Отец Мой Ты Ты Не Горишь Наш Отец Когда Каешься Ты Отче Отче Боже То Боже Отец Отец Чего Всего Что Есть Ты Сделал Как Он Захотел И Нравственность Тебе Внутренне Вот Этот Закон Совести Твоей Он Не Позволяет Вот Это Нарушить И ты Горишь Я Нарушил Я Прошу Прощения Я А потом Говорят Опять Там Этот Грех Сделал Опять Идете На Одно И Тоже Да Можно Все Время С Одним Грехом Бороться Всю Жизнь Трудиться Есть Такой Порох Но Если Ты Каешься Господь Тебя Опять Прощает Как Отец Но Отец Наказывает Ну Понятно Еще Есть Допустим Нет У тебя Страха Такого Не Ощущаешь Ты Такой Что Все Равно Знаешь Не То Что Там Веры Тебе Нет Ты Хотел Познать Этот Сырак Может Господь Тебе Вселить Ты Не Знаешь Потому Что Слово Не Знаешь Видишь Мы Только Прочитали У тебя Вопросы Возникли А Ты Сам Не Прочел Бо Это Ты У тебя Никаких Вопросов Нет Я Бо Суд Еще Не Так Представь Если Ты Начнешь Читать Знаешь Сколько Всего Тут Все Говорится О том Как Детей Воспитывать Дети Послушайте Меня Отца И поступайте Так Чтобы Вам Спастись Ибо Господь Возвысил Отца Над Детьми И утвердил Суд Матери Над Сыновьями Почитающий Отца Очистится От грехов И уважающий Мать Свою Как Приобретающий Сокровище Почитающий Отца Будет Иметь Радость От Детей Своих И в день Молитвы Своей Будет Услышан Уважающий Отца Будет Долгоденствовать И Послушный Господу Успокоит Мать Свою Боящийся Господа Почтит Отца И как Владыком Послужит Родитель Родившим Его Делом и Словом Почитай Отца Твоего И мать Чтобы Пришло На тебя Благословение От них Ибо Благословение Отца Утверждает Дом и Детей А клятва Матери Разрушает До основания То есть Клятва Проклятие То есть Проклятый Сын Мой Если Проклятие Но Ищи Ищи Славы Не ищи Славы Бесчестия Отца Твоего Ибо Не слава Тебе Бесчестия Отца Твоего Слава Человека От чести Отца Его И позор Детям Мать Бесславие Сын Прими Отца Твоего В старости И не огорчая Его В жизни Вот у меня Сейчас Отец Постой Секундочку Вот здесь Вот Адхама Тоже Зависит Бесчестия Отца Своего Конечно Конечно Адхама Он посмеялся Да Серахат Он жил Когда Когда был Потопе Когда жил Серахат Он то все Это знал Он это И описывает Все Я говорю Вот это Связано Он описывает Потому что Имел слово От Господа Сказать Он даже не пророк Серах Он мудрец Ну просто Житей Да Это мудрец Он опыт Его опыт Он берет здесь Берет здесь Премудрость Соломонову Берет здесь Экклесиаста берет Берет Тавита Берет книгу бытия Все Все берет Помаленьку И Короткими такими Тезисами Показывает Как правильно жить Вот ты своего сына Должен вот чему учить Понял Каждое утро Садиться с ним И вот это читать ему И объяснять Я твой отец Сынок Сынок Я твой отец Это говорится обо мне Ты меня должен уважать Ты же понимаешь Что я тебя люблю А он не понимает Что он тебя любит Ты понимаешь Он не понимает Спроси его Он не поймет Ты спроси Сын ты любишь меня Ну он знает Что тебе это приятно Он скажет Да люблю Ты его Душу открой А как ты любишь меня Почему И он должен понять Почему любовь к тебе Не из-за игрушки Не потому что то Но когда ты наказываешь А ремнем Значит Как там солености Грибочки Как там медок Стоит Как там огурчики Это все На вострове Описывается И жена Ну и где Куда мне идти Каких кухарок Как звать Ну куда Я вот только что Вечером тебе Наготовила Еды и так далее Теперь еще Рано утром встать Что тебе Еще надо что-то готовить Ты жрать только будешь Что-ли И все А мне утром Летти еще на работу А еще детей Полным-полно Это как в том фильме Белое солнце в пустыне Когда это перечисляет А Жена Любимая Любимая Старшая Да она одна у меня Одна И такая пальчик Да одна А Одна Мужа любит Одна Готовит Одна Стирает И все Одна Тяжело А как же Тяжело Чего ж Куда деваться И все Одна А их 13 Понимаешь Что делать Вот Ну там Это наше время Это мусульмане Как мусульмане Вообще Могут говорить У них У них Мужа попадает У них Там Матахала Все Он лежит Под ним Здесь Это пирше Там написано У них Очень интересно Написано Что Супруга Чистая Будет Дана Ему Сразу Что Эти все Да Уже Во второй Там написано Во второй Корова Во второй Суре Какой аят Не помню Написано Чистая Будет Дана Супруга Ему Если он Будет Веровать 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 Там еще Странно Написано Это Сейчас скажу Вторая Сура И По-моему Шестой Аят И там Написано Что Будешь Веровать Значит Верные Будут Те Которые Будут Веровать В то Что тебе Дано И что Дано Перед тобой Другими Понял Еще раз Веровать Да Веровать В то Что Тебе Дано То есть В Коран Будут Веровать И то Что Дано Перед тобой Другим То есть Перед Мухаммедом Были еще Пророки Но это И понятно Иса Это Иисус Пророк И Исуф Это тоже Пророк Дауд Давид Тоже Пророк Они были Перед ним И им Было Что-то Дано А что Дано Непонятного И вот Когда начинаешь Коран читать И ты понимаешь Что перед этим Я должен еще Что-то прочесть Чтобы начать Читать Там сразу О вере говорится А во что веровать Веруй Веруй Аллах Аллах А где про него Написано Как веровать Что Теба башка Чтобы не разговаривал Подождите Ну а Ну немножко Объясните Книгу Библии Начинаешь читать Все понятно Вначале Бог сотворил То-то То-то Я уже Люблю его Бога Он для меня Все это сотворил Почему там-то Ничего так не начинается И вот Сам начинаешь Выискивать Я уже прям Читаю Коран Знаю какие Ну ребята Мусульмане горячие Думаю А как мне выкрутится Что меня бошку Слава не отрубили Если они верующие Я же хочу Во что-то уверовать А как я начну здесь Я еще ничего не понял Вообще Не понял там Что там Они сами путаются Да хочу верить Это идет Они сами запутались И теперь скажите мне А я хочу еще веровать И в то Что передано Перед Мухаммедом Давайте мне это На тебе башка Чтобы не разговаривал Все Больше ничего не скажу Потому что ничего нету Так а есть Вот она Библия Вот она Библия Перед нами Вот она есть Вот все Что дано Перед Мухаммедом Вот оно Все Это вот полностью Вся книга Дана перед Мухаммедом Где-то же об этом Последняя запись Книга Откровения Вот книга Откровения Откровения Покажу Селемон Еврей Вот Откровение Святого Иоанна Богослова Книга Откровения Апокалипсис Называется Апокалипсис Она Написана Приблизительно В 95-м году Некоторые говорят В 105-м Иоанн, говорят, прожил больше 100 лет, некоторые говорят, что там 112, кто-то там и так далее, то есть ему до нам были большие годы жизни, от 95-го до 105-го года, ну много, 10 лет еще прибавили ему жизни, это была последняя книга написана. Мухаммед родился в 570-м году, в 632-м году, в 7-м веке он умер, в возрасте 62-х лет он умер, непонятно, болезнь какая-то, по старости уже, ну болезнь, микробы, бактерии всякие и так далее. А родился он после смерти Григория Америцкого, Григорий Америцкий умер в 552-м году, Григорий Америцкий, святой православный, который жил от Мекки в Йемене, где-то приблизительно в 500-х километров, где родился Мухаммед, ну в тех местах, где он родился. Так, так ладно, это очень много будет, так, получается, получается что, получается что, те кто от Хама Хама, да, те кто от Моя, Так, еще вопросу давай дальше, сейчас, 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 сейчас. Так, вот, как мне пробиться к тебе оглашенник, вот, пробинку в душе положить, будешь ли дьяволу частной мишенью старое все ворошить. Вот тут вот, старое все ворошить То есть, как бы его надо оставить Вот видите, старое все ворошить У нас уверовала Ольга пришла Такая была Соклакова И она очень любила Творожки любила Кефирчик, молочко То есть сыр Такое молочное И когда вы сказали, что пост и так далее Она говорит, я не могу этого Не могу от этого отказаться И она пробыла год и ушла от нас А потом через год Опять вернулась и сказала Я попыталась И я лучше хочу быть с Господом Но не буду молочное есть в пост И вот она В этом году, к сожалению, ее нет уже Не захотела она больше с нами быть Но, однако, она сколько, наверное, уже лет Около 20 Она в общем не пробыла То есть она постилась То есть вот Старое все ворошить в себе Старое все ворошить То есть она разворошила это старое Ой, я хочу вот к ворошка Хочу того Хочу к тому греху прийти Хочу к этому греху То есть старое разворошило Все тебе вроде как утихло Все, когда ты пришел А когда тебе сказали Надо десятину отдавать Ой, десятину Да нет, я свободен был Никому ничего не давал То есть ты начинаешь спорить Ты должен, да Ты должен все принять И стать Как там написано Сделай, сестрой, рассудительность всюду Ревностно слушай и исполняй Там стали Каином, хамом иудой Где непослушание прежде коня Сделай, сестрой, рассудительность всюду Ревностью слушай и исполняй Вот ревностно слушай и исполняй Почему написано Непослушание прежде коня Где непослушание Вместо коня Да, вместо коня Где непослушание Вместо коня Непослушание Ну непослушание Это свое вороты Знаешь, что такое Запрягать телегу впереди лошади А Телегу запрягать впереди лошади Когда не конь ведет, а теряет Да, когда ты начинаешь тащить этого коня А зачем тебе это надо? Тащить коня Он должен телегу тащить Ты должен на коне-то быть Конь тебя везет А конь кто у нас? Конь Белый конь Пропови Христа Апостола по всему миру Белый конь Книга Откровения Говорит День непослушания Вместо коня Да То есть ты не для него выбираешь Ты не выбираешь пропови Христова Выбираешь свои собственные измышления Там где-то блевотина нахватался Столы ваши наполнены отвратительной блевотиной Невкусностями печенными Так кони-то пропови Христа Да Конь-то пропови Христа Вот ты не выбираешь коня То есть пропови То есть слово Божие Да, ты не выбираешь слово Божие По большому счету Да, свое вот это мышление Я так хочу Или я так сказал Или я так услышал Он мне сказал так Самость свою Да А он если прочитал Не, я с этим не согласен Ты можешь даже что-то другое учение брать Но это ты будешь уже его отстаивать Такое Да, это что там Да, что там Христос Да не было Да, зачем мне это Я вот там почему-то там придумал Ну как мы с Володей вышли Сейчас в ролик один нам попался Начал доказывать Что-то там доказатель Что все это Библия неправильная И так далее Ну то есть он сидел там рядом Еще с Моисеем И рядом сидел И Моисей писал Он такой Да, Моисей Что-то ты тут неправильно пишешь Я бы по-другому написал Умный такой Ты что ли писал там Моисей написал А не ты Моисей А спроси что у них другое Там такое Которое незначительное Допустим Вот Александр Македонский Про него там написано Туда-сюда Это так было Но Александр Македонский Ему все равно Да, было А Юлий Цезарь Там были Вот книги Гадская война Или там Захват Британии Да мне все равно было А Библия Она заставляет человека Задуматься Кто ты есть Поменяться Конечно Потому что ты неправильно прожил А он не хочет неправильно прожить Он У него самость Я правильно живу Вот я так подумал Так оно и будет И поэтому и говорят Что На небе Миллиарды ангелов И у всех Одна воля Божья А на земле Миллиарды людей И у всех Разные воли И у всех К сатане Ват У каждого Своя воля Каждый К себе Да Так и есть Вот о чем Речь идет Что брат Давай Залепи что-нибудь Лепешечку Сядем Перекусим Немножко Брат Я вас Сухой накормлю По рыбке С картошкой Хватит Все мы разобрали До конца Да ну Ты что Продолжаем Ты готов Конь Проповедь Христа Чайник Непослушание Вместо коня Вместо проповеди Своё непослушание Ты просто Начинаешь спорить Да А представляй Кто-то прослушал Вот это И И не разобрал И просто просил И все А Игнатий Тихонович Говорит Ну кто Разбирается В этом Это Девуно Подожди У меня тут есть Его подпись Нет Сейчас Подожди Здесь есть А здесь нет У меня другая Она Затерта Это же Здесь надо Еще места Писания Вот тут Вот тут Вот Меня Игнатий И написал Игорю Будь Настоящим Интерпретатором Моих стихов Знаешь Что такое Интерпретатор Который Правильно Разбирается Да Разбирается Что здесь На собрании Сказал Что Ты С третьего Раза С второго Здесь Надо Не послушание Привести Библейские События Что такое Непослушание И с чем Это закончилось Да Непослушание Особенно Где Об этом Конкретно Говорится Это Второе Царство Это Слово Христа Как мне пробиться К тебе Глашан Второе Царство Да Это Христос Глава Да Пятнадцатая Глава Разумеется Христос Говорит Как мне пробиться К тебе Глашан Нет Почему Христос Игнать Отсвоил Лица Кто Это Верующий Человек Верующий Человек Тропинку В душу Проложить Да До 100 Час Тропинку Ты понимаешь Тут сколько Много Ты должен Любить Какую То Тропинку Я так Понимаю Что Игнать Представляет Там Где-то Свои Места Где он Подходит Там Растет Тут Крапива Тут Допустим Все Это И у тебя Есть Тропинка Тропинка По которой Ты пройдешь Попробуй Ты по крапиве Пройди Или по такой Высокой Траве Тебе надо Прокосить Тропинку Она тебе Родная Тропинка По ней Собачка Твоя Пробежала Кошки Бегают Ты увидал Воронушки И тебе Приятно Твоя Поленец Ты идешь По этой Тропинке Она Прекрасная Тропинка И вот Такую Дорогую Тропинку Я хочу Проложить Чтоб ты Шел По ней И Сказал Слава тебе Господи Кто-то Такую Хорошую Тропинку Проложил Не надо Мне по этой Траве Там Плестись Ноги Заплетаются Ну пока Ты еще Не больной Пока Ты молодой Горячий Ты как Лодж Фонедяк Рога Заломал И побежал На брус Тебе пробил Пробил А когда Кто-то И ты это Увидел И вот Эту Тропинку Радости Тропинку Радости Ко Христу Он хотел Проложить К тебе К твоей Душе Понимаешь Тропинку Не дорогу Такую мощеную Широкую Тропинку Почему Потому что Очень тесны Врата И узок Путь Который ведет К Господу Нашему К Царству Небесное Понимаешь И поэтому Тропинка Да и не надо Вот такие Огромные Порпезные Дороги Потому что Господь Он Нас Возлюбил Тихо Он ни с кем Не воевал Он только Всех исцелял Понимаешь Это такое Нежное Это такое Знаешь Ты тут не должен Представлять город Ты должен Представить себе Что-то такое С природой Связанное Тропинку Ну вот Бабушка У меня постоянно Поднималась С этого Там ключ был Невезок Деревня Нежила Я вот Она всегда Поднимется Посмотрит Так на это Все Сверху Там такой Вид Знаешь Там эти деревья Заяра В этом приятно Да А так станет Посмотрит Я с ней Там где-нибудь Хожу И знаешь Сейчас вспоминаю У нее такой Вид Глаз Был Знаешь Такой Миротворенный Такой-то счастливый Да Что-то она У себя на земле На своем месте Да Тропинка сама И вы должны Теперь вместе Стоять на этой тропинке И кому-то Теперь дальше Там будет сказано И кому-то Другому Теперь прокладывать Немножко А внутреннее Внутреннее Ты увидел Успокоение То есть внутреннее Умиротворение Да А так как раз Место Писания О чем Господь тебе говорит Что Внутри у вас есть Царство Небесное Внутри вас Ты в себе Ищи прежде Царство Оно внутрь вас есть Да Внутрь вас есть То есть Вот тогда Будет тебе Спокойно Ты будешь Ко всему Относиться То есть Умиротворение С Богом Потому что Произошло Да Это уравновесишь Да Это внутреннее У тебя Когда уже И вот я говорю Да Бабушка Много ее Можно где Сопоставить Она никогда Ни с кем Не ругалась Она никогда Никого не осуждалась Бабка не сидела Никогда Вот она всегда Трудилась И молилась То есть У тебя не будет Паники Что там Что-то там Где-то Землетрясение Что-то такое Случилось Переживать Ты будешь Переживать Ты будешь А тут Ты понимаешь Что это Господь Напали на нас Знаешь Богу Берешь Свою жену И уходя Другой город Но помнишь Как у Пушкина сказано Когда б на то Господня воля Не отдали Москвы Когда б на то Господня воля Я маленький был Помню И спрашивал Учительницы А что Бог был против Русских что ли А она ничего Не могла ответить Просто такой Оборот Литературный И так далее А у меня тогда Уже было Думаю Как так Бог не за нас что ли В прошлый раз Нас Обделил Обделил Другого ничего Простите Это непочтение К родителям К своему дедушке Почтение А к моему Непочтение Оказалось Каясь Сейчас он Две лепешки Нам залепит Будешь ли Дьяволу Часто Мишень Старая Всего Растет Так Дьяволу Дьяволу Часто Мишень А Ну вот и получается Ты мишень Постоянно Ты Спротивишься Слов Да Вот правильно Ты Спротивишься И он Тебя на всем Будет На всем Он тебя Поймает Допустим Ты будешь Проходить Мимо Допустим Ты такой Ах ты Дед Обо мне Успел Что-то Сказать И вот Тебя будет Постоянно Цеплять И ты будешь Да тут Какие-то Вот А тут Любви Нет Нет Это не Любовь Здесь Нет Не Любовь И что-то Он тебе Покажет Где-то Там Таких Где Любовь Как там Священник Рассказывает Посмеиваясь Что-нибудь Брюшка Почесывая Будет Стоять И ты Вот Это Любовь Вот Где Любовь Вот Оно Все Как Вот Как Должно Быть А там Ничего Не Было На самом деле Ничего Нет Потом Когда Тебе Ты Уже Общухаешь Тебе Будет Стыдно И тебе Обратно И ты Скажешь А Сатана Застил Глаза Это Частая Мишень Сатаны Ты Как Оглашенным Ты Начинаешь Частая Мишень Становиться Когда Возвращаешься На Блевотину Свою Как Пес Который Возвращается На Блевотину То Как Будешь Думать Вот Как Эти Братья У Нас Которые Были Братья С Сестрой Но Ненадолго Это Андрей И Валерия Вот В том Году Они Как Крещение Готовились Сразу Начали Смотреть Уже Сразу У них А Это Не Так А Что Так Община Да Мы Будем Смотреть Да Мы Посмотрим Да Еще Пример Раисы Николаевны Когда Она Ушла Из Общины Она Как раз Живой Пример Этого Она Там Нахлебалась И Обратно Вернулась Потом Раисы Николаевны Да Она Привыкла Здесь Занятием По Слову Божьему А Там Ее Начали Кормить Достоевским Пушкиным Там Еще Кем То Ну Начинают Разбирать Этих Поэтов А Что Разбирать Что Разбирать Ну Это Считай Эта История Ну Я понимаю Достоевского Там Есть Еще Что Ну Не Каждый Допрет Что Там Есть Ну А Пушкин Что У Пушкина Можно Разбирать Это Не О Литературе Литературе Жанра Я Честно Скажи Сделай Тематику О Пушкине Я Сделаю Тематику О Пушкине Ты Плакать Будешь О Грехах Своих Потому Что Я Расскажу Кто Он Такой Есть Ну Да Говорят Что Он Покаялся Причастился Исповедался И так Далее Слава Тебе Господи Ну Как До Этого Жил Пауган Сколько Дуэлей У Него Было Получается Он Может Убил Ни Одного Еще Не Знаем Может Не Убил Но Рай Все Александр Невский Суворов Все Они Покаялись Потом Перестали Своим Делом Да Кто Там Знает Покаялись Я Тебе Далее У Александра Невского Хотя Бо Есть Наметка Что Он Покаялся Потому Что Он Не Александр А Алексий Он Умирал Он Целые Три Четыре Месяца Жил С Именем Алексий Прежде Чем Умереть Он Схиму Принял А Схиму Там Конкретно Покаяшься Уже Нам же Не Написали Что Он Покаялся В том Что Там Убивал Псов Рыцарей И Шведов Поганых А Об Этому Надо Покаяться Что Ты Убивал Людей Вот В чем Дело Самое Сложное Она Мне Пишут Или Сергий Радонежский Допустим Не Написано Конкретно Что Прям На Войну Благословил Дмитрия Донского Иди На Войну Благословляя Тебя Я Тебя Благословляю Именем Бога Этого Нету У нас Начинают Подмены Искать Что Ну Да Будешь Ты Благословен В путях Твоих Такое Такое А Конкретного Нету Не Сказано Что Иди Убивай Да Он Женеблагословил Мы Горделись Понимаешь О Конечно А у нас Сразу Попы Про Войну Ты говоришь Воевать Надо Защищать Отечество А Сергий Радоничский Сразу Первое Сергий Радоничский Там У себя В гробу Бум 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 Прям Несколько Раз Крутится Вы Черт Тут Меня Поминаете Куда Попало Или Он Что Не Святой Ну Тогда Не Было Такого Как Сейчас Интернета До Конца Чтобы Все Рассказать И Он Сам И Не Подумал Сергий Радоничский И Написали Что Он На Камне Стоял И Молился За Архиереев И Священников Чтобы Господь Простил Их Как Его Братьев Потому Что Они Идут Неправедным Путем А Господь Сказал Не Молись За Них Не Прощу И Не Помилую Каждый Будет Наказан А Он Я Возьми 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 В Рай А Меня Исключи Вот Ради Господь Говорит Что Ты Так Молишься Не Возьму Я Никого Не Помилую Из Них Потому Что Они Делают Нечестие Они Врут Своим Братьям И Идут Неправедным Путем И Об Это Было Сказано Алексею Второму Введение В Архангельске Когда Он Заболел В Астрахани Когда Он Туда Ездил И Заболел И Телейнику Своему Он Проговорился Об Это Введение У Него Сердце Прихватило После Этого И Все Это Разошлось Негласно В одной Газете Напечатали Как Начали Вымарывать Отец Павел Камни На Оби Который Пострадал Когда Зачитал Заметку Своим Прихожанам Тут Же Его Вызвали Тут Же Сорвали Рясу Содрали Крест Содрали Иди отсюда А Че Плохого Там Сказал Че Все Священники Молодцы Послушает Программу Спас И Союз Посмотри Там Только Рука Руку Моет Никогда Никакой Конструктивности Нету То есть Какого-то Строительства К созиданию Спасения Слове Божьем Вообще Нету О себе Вообще Священники Ничего Не говорят Так Какой-то Шутливой Формой Да И мы Тоже Там Грешные Многогрешные А Раз Грешные Благогрешные Че Высунулся Сюда Грешные Многогрешные Ты Покажи Как Спастись А не Как Там Грешные Многогрешные Все Я Пару Раз Поймал У них Нехорошие Слова Я Сразу Потерял Интерес Вообще Ко всему Да У них Нехорошие Слова У них Иногда Ересь Настоящая Он Назвал Вторым Адамом Адамом Представляешь Он говорит Господь На футболе Кричит Я думаю Хлебозделище Ну Конечно Он там Ездит Везде У них Там Постоянно Показывают У них Спортивные Клубы Детей Они Только Спортивных Клубах Держат Стрелять Учат Гранаты Бросать Все Что Когда Мы ГТО Проходили Сейчас Это Все В Этих Спортивных Клубах При Храмах Священник Благословляет У меня Брат Учится На втором Я два года назад Ему звонил Я сейчас Только Понимал Мне Говорит Да это Мне сейчас Некогда Разговаривать Я говорю Док Чарей Повез На фигурное Катание Что ли Я говорю Сейчас Я думаю А как Он Сучится Он Хочет Работать В церкви Получается Он просто Хочет Работать Ну Конечно Не Служить А работать Представляешь Как Все Нормально У них 100% Путин За них Никто Не гонит То Что Было Перед революцией Никто Ж Не думал Из попов Что их Тогнать Будут Они Быстро Там Съезд Завершили 17-18 Год Целый Заседали И Ничего Так И Не Высердили Пока Большевики Не Пришли Не Выкинули Их Оттуда И Ничего По себе Не Оставили Так И Осталась Церковно Славянщина Так И Давимся Ей Никто Ничего Не Понимает Правда Нет Почитай Верхний Завет Церковно Славянском Языке Ты Евангелие Не Все Поймешь А Послание Апостола Павла Вообще Непонятно Церковно Славянском Непонятно А если Бестолкование Это Для тебя Такая Гарематья Как Коран Для меня Я не Могу Понять Коран То есть Если Поговорили Для начала Рассказали Кто Такой Аллах Откуда Произошел Че он Сделал Как Законы Как Ему Давал Блоги Народ Божий Как В Библии Я бы Еще Что-то Понял Но Мне Доходится Самому Все Это Добиваться Я Самообразованием Занимаюсь Коран Если Здесь Толкование Есть То Там Ничего Нет Понятного Нет То есть Получается Каким Образом Господь Вырывает Раз Я Входил Раз Прозрение Все Равно Что Действует Сила Божья Господь Показал Как Это Действует Дух Святой Снешел На Господа А Он Как Перед Этим Сказал Мне Надо Преснеться От Тебя Как Господь Сказал Исполнить Мне Нам Надлежит Нам Надлежит Исполнить Всякую Правду И Дух Божий Тут же Снешел Когда Он Выходил Из воды Снешел Дух Божий На него В виде Голубя Точно Так же Происходит С любым Кто Крестится Это И есть Правда Всю Правду Исполнил Он Если Ты Такую Правду Исполнишь Когда Ты Будешь Креститься На Тебя Снезайдет Дух Божий И Вот Тогда Будет Спасение Тебе А Пока Нет Троекратного Погружения Нет Всей Правды Она Не Исполнена Нет Никакого Духа Святого Силы Нет Духа Святого На Тебе Вчера Еще Про Предопределение Говорили Почему Ты Захотел Познать Истину Стремился К Свету Идти Господь Предопредил Тебя Мы С Володей Очень Похожи Я Хоть Побольше Его Рост Поменьше Ну Как бы Ему Можно Сказать Что Он Не Хотел Бить Никого А Я Со Своими Фактурами Должен Был Прям Идти Крушить Челюсти Нет Мне Никогда Не Хотелось Человека Обижать Никогда Я Вот Рассказывал Недавно Что Когда Борьбой Занимался Я На Соревнованиях Меня Окружают Люди Девчонки Мне Хотелось Победитель Сам Бои Зюдо И Я Уже Душу Его Посидел Хрипит Пена И я Отпустил Мне Жалко Его Тренер На Меня Говорит Ты Встали Встали До Конца А Я Думаю Про себя У меня Мысли Такие А Он Ничего Плохого Делал Чего Эта Человека Довлю Зачем И Потом Раз Второй Раз На Сореваниях И Я Проигрываю Постоянно Понимаешь Не могу до конца Раскрыться Хотя И Потом Мне Тренер Подошел Уже Говорит Мне 16 Было Или 17 Он Говорит Игорь Игорев Ты Здоровый Такой Малый Ты Выше Всех На голову Но У тебя Нет Спортивной Злости А Зачем Тебе Не надо Этого Ничего Ты Иди Куда Нибудь В плавание Куда Нибудь В волейбол Иди Христа Проповеду Да Сказал Иди Займи С чем Иди Грязно Проповеду Базминтон Играй Не надо Бороться И все И я Ушел Ушел Пошел В плавание Стал Холонгистом Любителем Очень мне нравится И сейчас До сих пор Плаваю И все Удивляются Даже когда Видят Как я плаваю Сутуно Как начну Махать Мне нравится Все Наоборот Жирок Поддерживает Еще На воде Как тюленя Тюлень И дал Как плавают А жирка Вот Господи Помилуй Да нет Я не хочу Быть таким Просто Я стал Таким Недавно С 13 Года Где-то С 14 И вот Как колено У меня Рухнуло Так Все И вот Вчера Алексей Сказал Хочешь Говорю А Это не я Сказал Он Мне Сказал А как В этом Мире Выжить Если Я Буду Сейчас Один И Все От меня Отрекутся Я Говорю Почему Господь Откроет Братья Сестер Во Христе С Ним Можешь Общаться Вот Ну что Я не Есть Я же Тебе Откуда Говорю Христос Посылает Друзей Во Христе Кто В истине Будет До смерти Стоять Истину В мире Опять Возвещать Мой новый Товарищ Я Встретил Христа Он Уголь Горящий Вложил Мне В уста Меня Воскресил Он Тебя Воскресит Он Ты Только Уверуй Уверуй В Христа Слава Богу Господу Слава Веки Аминь Аминь